Соленый арбуз Соленый арбуз День борьбы со спидом. Боятся ли пандемии Ахтубинца? Наш опрос. Об этом не только сегодня в программе более подробно, а пятничный выпуск начнем по традиции с повтора некоторых сюжетов уходящей информационной недели. Итак, 27 ноября выпал первый снег и благополучно растаял к вечеру, но день жестянщика Ахтубинцы все же отметили. День этот безусловно сомнительный повод для поздравлений. Как и русская зима, он всегда приходит неожиданно и, как правило, несколько раз в сезон отмечается теми, кто не успел вовремя позаботиться о копытах своего железного коня. А также привык ездить, не обращая внимания на скоростные ограничения и качество дорожного покрытия. Погодные условия внесли свои коррективы в движение на дорогах Ахтубинского района. Словно из ниоткуда появляются машины. Такую картину наблюдали сегодня утром многие автомобилисты. Туман и гололед стали причиной десятков мелких ДТП, произошедших в Ахтубинском районе в первой половине дня. Автолюбители не ожидали, что зима нагрянет так неожиданно и поэтому все еще ездили на летних шинах. Как результат, небольшое торможение на гололеде и машину заносит. Ехал 40 километров в час. Трасса скользкая. Немного притормозил, вот слетел. Алексей признался, что сегодня же заменит колеса на зимние. Судя по очередям шиномонтажки, сделать это решил не он один. За утро в Ахтубинске произошло порядка десяти мелких аварий. Обошлось без жертв. За городом число ДТП меньше, но есть пострадавшие. За сегодняшнее утро на обслуживаемой территории произошло пять ДТП, в которых пострадали два человека. Основная причина ДТП это, что водители не учли погодные условия, дорожные условия. Гололед, поэтому не справились с управлением, совершили столкновения. Управлять транспортным средством в таких погодных условиях надо предельно осторожно, быть внимательным. Естественно, скорость должна быть соответственная. Намного меньше, чем в летний период. ГОС-автоинспекторы работали в авральном режиме. Из-за большого числа аварий люди, попавшие в ДТП, были вынуждены долгое время дожидаться сотрудников ГАИ. Нелегким день выдался и для коммунальщиков. С раннего утра они начали посыпать противогололедным материалом опасные участки трассы. Уже к обеду снег начал таять. И если верить прогнозу погоды, то до конца недели осадков и морозов не будет. Однако инспекторы ГАИ предупреждают, что с заменой летней резины затягивать не стоит. Выпавший снег припорошил мусор на улицах города, но ненадолго. Как только он растаял, перед горожанами предстала прежняя унылая картина. Та самая, которую за несколько дней до этого увидели экологи, которые прошлись рейдом по маршруту Ахтуба-Владимировка. Письмо позвало в дорогу. А точнее жалоба, говорят экологи, про свой недавний рейд. О том, что улицы замусорены и очень даже сильно, специалистам сообщили жители Ахтубы. Это побудило нас поехать с проверкой. Для проверки мы взяли с собой представителя ЗАО «Астраханика-сервис» Шевченко Галина Николаевна. Она является мастером этой компании. И вот совместно мы проехали, посмотрели и состояние контейнерных площадок, и состояние территории. Ну, выявили ряд мест достаточно загрязненных, в том числе магазин одного из предпринимателей нашего города, в Ахтубе, обочины дорог, в частности, бывшая больница железнодорожная, это Котовского 5-3. То есть напротив вот этого дома большая загрязненность. Беда наша в том, что наши жители очень часто не доносят мусор до контейнерных площадок. Более безобразную картину экологи увидели во Владимировке. Самая близкая к реке улица Набережная буквально завалена мусором. Все ненужное в хозяйстве сюда. Видимо, такому принципу следуют местные жители. И склоны оврагов засыпаны отходами. С жителями разговариваем, которые живут на этой улице, начинаем с ними, как бы вы это сделали. Это же возле вашего дома. Он говорит, вы поймите, как темнеет, несут со всей округи. И валят, несут машинами, везут машинами, везут этими тележками. Не поймать. И вот еще адрес улица Можайского. Там строящееся двухэтажное здание. Там лежит очень большая куча веток и выкорченных корней деревьев. Сейчас к нему добавляют, это строящееся здание. Сейчас добавляется уже полиэтиленовая упаковка от строительства, мешки из-под цемента. То есть идет, уже растет несанкционированная свалка. Если с простыми жителями экологи готовы вести разъяснительно воспитательную работу, то с юридическими лицами особо церемониться не намерены. Основное оружие борцов за чистоту – административные протоколы. Не соблюдаешь порядок – платишь штраф. В Ахтубе предприниматели известны. Мы ее приглашали к нам сюда для составления протокола или, по крайней мере, разговора. И дать ей время для того, чтобы убрать территорию возле магазина. А у нее сухая трава. Сухая трава. И, естественно, в ней уже и бытовые отходы, и отходы от торговли. Там какой-то грязный картон, там бутылки и так далее. Она не явилась. Мы передали материал участковому по Ахтубе. Он будет составлять протокол. Точно такая же ситуация у нас и по Владимировке. Улица Чкалова, 2. Там вообще вопиющее безобразие. Потому что возле домовладения куча гравия и куча песка, огромные кучи. Понятно, что это для строительства, но они практически перекрывают проезжую часть дороги. Потом разукомплектованный автотранспорт, кузов машины. Это очень большой штраф по административному кодексу. Потом хлам, шины. В общем, безобразная территория. Он тоже не явился. Этот материал тоже передан участковому по Владимировке. Будут составлены протоколы. И надо сказать вообще для жителей нашего города, что сейчас у нас нет предупреждения. Сейчас только штраф. И в любом случае придется убирать территорию. Не все благополучно и в центральной части города. На днях экологи получили информацию, что в районе мемориального комплекса крыло Икара полно мусора. В этом специалисты убедились и сами, побывав на месте. Теперь принимают меры. На крыле Икара несанкционированная свалка мусора. Сразу за парапетом, за разбросанные пластиковые бутылки, пакеты. Это безобразие. Если кто-то убирает, ответственные люди, они должны убирать не только возле самого крыла, но и хотя бы немножко вокруг. Потому что это неприглядность. Она выражает свое отношение к тем людям, которые погибли, которые для нас святы. И поэтому я думаю, что необходимо и войсковой части, которая ответственна за эту территорию, принять меры к зачистке. Потому что сейчас выпадет снег, и это так останется до весны. В следующий рейд бригада экологов отправится в начале декабря. Маршрут намечен. Это Петропавловка, Ахтуба и микрорайон имени Лавочкина. 28 ноября в Золотухе хоронили 20-летнего Кейрбека Раскалиева. Солдат срочной службы, призванный в армию в июле этого года, проходил службу в одной из частей Армавирского гарнизона. Минувшую субботу он скончался, как значится в официальном заключении, из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Но родные считают, что причина в другом. Солдату просто не была оказана медицинская помощь. За четыре дня до своей гибели Кейрбек позвонил родным и пожаловался на сильные боли в животе. Сообщил, что в санчасти его лечили только с помощью обезболивающего. А когда обезболивающий перестал помогать, отправили в городскую поликлинику. Вот как описывает происходившая сестра погибшего. Он мне звонит и говорит, что у меня болит в левом боку. Выясняется, что он, оказывается, перед этим протерпел всю ночь, все утро и только часиков примерно в десять обратился в санчасть. Где его, мягко сказать, если так можно, конечно, сказать, игнорировали. Он сидел в коридоре санчасти, буквально корчился от боли, стонал, говорить он не мог. Я ему пыталась дозвониться, потому что стала переживать. Говорить он не мог. Стал нервничать, говорить, что ему больно говорить, чтобы я ему не звонила и так далее. Внимание на меня никто не обращает. Я его цитирую. На меня никто внимания не обращает. Я прошу о помощи, никто не подходит. Позже ему стало совсем хуже. Я не знаю его должность, я знаю только его звание, капитан имя Денис Михайлович. Вывез его за пределы воинской части, в ЦРБ гражданскую. Оставил его там. Сказал, чтобы он сам прошел все необходимые процедуры. И строго-настрого приказал вернуться в часть самостоятельно. Вы сами понимаете, кому нужен рядовой, который там где-то в каком-то коридоре сидит, чего-то там хочет от кого-то. И так там не до него. Тут правда ты с документами не добьешься, когда придешь на официальный прием. В общем, он сдал из его отрывистого рассказа. Я поняла, что он сдал кровь. И ему сделали обезболивающий укол, поскольку боль была уже невыносимой. А потом он ждал еще помощи. Поскольку уже оценил ситуацию, понял, что ждать ее неоткуда, он вышел, поймал такси и вернулся в часть. Там он промучился весь вечер, всю ночь, где ему периодически каждые три часа кололи только обезболивающие. Я прекрасно осознаю, что мне брата не вернуть, никоим образом не заменить. Но я очень хочу наказать виноватых. Именно не слабых, кто в этой ситуации не сможет отмахаться, как говорится, а виноватых. Чтобы, быть может, эти люди, когда уже будут ограждены от общества, уже не смогут навредить какому-нибудь другому мальчику. Это явное оставление его в опасности и не оказание помощи больному. Мы снимали это интервью по просьбе продюсеров Первого канала, но сюжет на тему был снят с эфира. Родители КРБК настаивают на проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы. В повторном вскрытии тела им уже отказано, но они будут требовать проведения дополнительной экспертизы, хотя бы на основании имеющихся медицинских документов. С родными солдатами встречалась уполномоченная по правам человека в Астраханской области. Кроме того, родители КРБК Раскалеева написали письмо президенту России с просьбой наказать виновных. К другим темам. В ноябре Богдинско-Бускунчакскому заповеднику исполнилось 15 лет. Все эти годы специалисты учреждения трудятся над тем, чтобы сохранить участок уникальнейшей природы во всей ее красе и богатстве. Сотрудники заповедника занимаются и просветительской работой. Часто бывает в дошкольных и школьных учреждениях района. Рассказывают детям о многообразии флоры и фауны на охраняемой территории. Показывают видеофильмы. Один из таких экологических уроков недавно прошел в Центральной районной библиотеке. Великолепие родного края на этот раз познавали учащиеся Губернского колледжа. Татьяна Фомина освежила свои знания. Коротко о самых разных заповедниках России, а также об истории создания Богдинска-Баскунчакского рассказала библиотекарь Любовь Пирогова. Учащиеся колледжа узнали, какая работа по сохранению и восстановлению различных видов животных и растений проводится на данной охраняемой территории. Более подробно об этом говорила Ольга Щербакова. Она работает заместителем директора заповедника по экологическому просвещению. Подкрепляя рассказ фото и видеоматериалам, специалист привела интереснейшие факты о горе Багдо, об ее размерах, особенностях строения и о пещерах, что расположены неподалеку. Самые большие пещеры, которые в районе есть, это пещера Баскунчакская, которая находится на территории заказника Богдинска-Баскунчакски, и пещера Кристальная. Кристальная пещера интересна тем, что вход в нее – это колодец 16-метровый, и на стенках этого колодца растет пузырник ломки. Это единственное место в Астраханской области, где папоротник растет, тем более в нашей полупустыне. В рассказе было немало познавательной информации о флоре и фауне заповедника. На территории обитают 47 видов млекопитающих, 215 видов птиц, более 100 видов насекомых. Растительный мир также многообразен. У нас зарегистрировано на сегодняшний день 510 видов высших сосудистых растений. Если мы возьмем всю флору Астраханской области, то на нашей территории находится больше половины этой флоры. На икуле распространены здесь многолетние злаки – это чепчак, ковырь, танканок, жидняк и 11 видов полыни. В том числе есть виды полыни, которые на полынь совершенно не похожи. И запахом некоторые напоминают даже запах моркови. По мере приближения к чаше соленого озера в Астраханской области начинают преобладать галафиты. Это растения, которые способны добывать воду даже из концентрированного соленого рассола. Экологический урок пролетел быстро, потому что был очень увлекательным, поделились впечатлениями воспитанницы губернского колледжа. Придя сегодня в библиотеку, мы узнали много нового о нашем крае. До этого мне приходилось бывать на горе Багдо, у нас была школьная экскурсия, там было тоже много интересного, но этой презентации мне было тоже интересно, узнала много нового. История родного края должна быть интересна каждому, считают специалисты Центральной библиотеки. И совсем скоро на базе учреждения они планируют открыть Центр культурно-экологического туризма. Сейчас ведется подготовительная работа, то есть идет сбор краеведческой, экологической литературы. Здесь будет обустраиваться, этот угол отведется и будет, со временем будет обустраиваться. То есть ведется, у нас такое планирование, есть у нас такое. Сейчас я готовлю программу по этому Центру культурно-экологического туризма. Вот положение разработано, то есть планируем открытие. Еще одна астраханская тема. Нашими солеными арбузами заинтересовались столичные журналисты по каналу «Россия». Видеоматериал Целестудия ТВЦентр об экзотическом лакомстве Ахтуминского районного потребительского общества уже прошел в программе «Утро России». А сегодня мы подробнее расскажем, как воплощается в жизнь задумка директора РПО Александра Павлова возродить давно забытый рецепт коренных астраханцев. Итак, новый бренд сезона – соленые арбузы по Ахтубинске. Мы их уже попробовали вместе с Любовью Емельяновой. Продукция районного потребительского общества хорошо известна нашим покупателям. Разносолы из помидоров и огурцов в квашеная капуста не сходят с прилавков всю зиму. Вкус отменный, да к тому же недорогая цена радует. Директор Ахтубинского РПО Александр Павлов более 20 лет руководит своим производством и за эти годы перепробовал немало новых рецептов. Недавно удивил покупателей новинкой – малосольной скумбрией. На очереди – квашеные баклажаны. А вот мочеными арбузами заинтересовались даже столичные журналисты. Древнюю крестьянскую рецептуру по засолке астраханской ягоды Ахтубинское РПО решило возродить в прошлом году. Сидели где-то около Нового года. Ну, сидели, как обычно, в застолье, закуска, помидоры, огурец, соленый. И я вспомнил, что у нас в христианских хозяйствах всегда были еще одна вещь. Это так называемые сладкие ягоды, это арбуз соленый. Я говорю, вот действительно не хватает к новогоднему столу ломтик арбуза, который явился бы прекрасным разносолом для закуски. В качестве эксперимента в бочки заложили 2,5 тонны зеленых кругляшей. Получилось. Отправили пробу в Центр сертификации, стандартизации и метрологии Астраханской области. Там новшества одобрили. И специально на данный продукт разработали технические условия. На титульном листе ТУ соленых арбузов так и написано – вводится впервые. В этом году объемы моченого лакомства предприятие увеличило до 5 тонн. Уже через пару недель первая партия экзотической продукции поступит в продажу. Для засолки плоды выбирают некрупные, чуточку недозрелые, чтобы не раскисли и в то же время полностью пропитались рассолом, рассказывает Александр Гаврилович. Средой для квашения служит арбузная мезга, то есть мякоть самого плода, плюс 5% раствор соли. На одну тонну арбуза, который засаливается, нужно не менее 800 килограмм арбузной мезги или сока. Будем говорить, это мякоть арбуза. Почему она делается в арбузной мезге? Потому что состав именно самой мезги составляет родной состав этого арбуза. И не дает слишком укисать данному арбузу, дает ему дополнительные вкусовые качества. Бочки наполняются доверху и придавливаются прессом. Лидия Губина говорит, что так называемый жом не должен превышать 10 килограммов. Сюда ложится жом килограмм на 8. Больше не надо, потому что ложим так, чтобы не всплывали арбузы. И все. Если будет больше жом, то арбуз будет продавливаться, он будет мягкий. Срок готовности – 2 месяца. Хранятся арбузы там же, где и квасятся. В 500-килограммовых бочках при температуре около 4 градусов до весны. Вкус пикантный, сладко-солоноватый, с кислинкой. Экзотическое сочетание закуски и десерта. Как и у свежего арбуза, мочегодные противоотечные свойства сохраняются. Не утрачивается также состав витаминов и микроэлементов. И, несомненно, соленый арбуз – это прекрасное дополнение к любому праздничному застолью. Будем говорить, что этот продукт не каждому известен. Поэтому это эксклюзивный товар. И рынок нужно завоевывать. Квашеная капустка – королева зимнего стола. Готовится здесь же, по-домашнему. Хендмейт – ручная нарезка. Производится не из экономии, а чтобы сделать этот продукт нежным, как у самой лучшей хозяйки. Процесс брожения идет при плюс 10 градусах. Не больше, чтобы вкус свежести сохранить. Сами же овощи хранятся в складских помещениях. Директор РПО строго следит за соблюдением климат-контроля и называет свою технологию хранения овощей складской логистикой. На сегодняшний день Ахтубинское районное потребительское общество заготавливает около 300 тонн различных видов овощей. Из них около сотни тонн капусты, свеклы, лука, морковь. Ну и в обязательном порядке закладывается картофель. Данные овощи нами реализуются в бюджетных организациях, конкретно Ахтубинское районное потребительское общество. Это больницы, сады, школы. Более 50 предпринимателей в прошлом году и сейчас уже более 40 предпринимателей, кроме наших магазинов, закупают у нас данную продукцию. У Александра Павлова большие задумки на перспективу. И прежде всего хочет создать и сертифицировать целый цех по производству различных соленей. Тогда уже каждую новинку не придется сертифицировать отдельно, что сэкономит время от возникновения идеи до ее материализации на столе потребителя. Для центральной районной больницы 2012 год стал знаковым. Отремонтировано акушерское отделение. Сейчас подрядчики работают в детском и кардиологическом. Ситуацию с ремонтом глава района держит на контроле. В очередной поездке по объектам Виктора Ведищева интересовался сроками завершения работы. Хотя районное здравоохранение сейчас финансируется из областной казны, глава района все время держит руку на пульсе и проявляет особое внимание к этой сфере. Оно и понятно. Практически все население Ахтубинского района завязано на центральной районной больнице. И стационар никогда не пустует. Детское отделение в ремонте нуждалось давно. Но и вот Виктор Ведищев в очередной раз интересуется, как продвигаются работы. Вот я сейчас пришел сюда, посмотрел. Я вижу, что до 50% работы выполнены и уже оставшуюся время до конца года. Естественно, они будут выполнены. Как мне говорит главный врач, качество работы ее устоит прежде всего. В кардиологическом отделении сейчас тоже Аврал. Общество с ограниченной ответственностью Актан все работы обязуется выполнить до нового года. Это все хорошо, но у главного врача больницы еще одна головная боль. Ей необходимо до нового года освоить все средства, выделенные на ремонт. Казалось бы, какая же тут проблема, раз есть деньги, а нет, не все так просто. Чтобы отремонтировать любое помещение, нужно объявить конкурс. Определить подрядчика, а на это придется потратить немало времени. Если до нового года не успеть, область заберет деньги и перенаправит их в другую больницу. Так что сейчас Елена Шиянова пытается решить задачу повышенной сложности. Чтобы сумму в 1 миллион рублей для Ахтубинской центральной районной больницы оставили на 2013 год. У директора второй школы все заботы, связанные с ремонтом, позади. Спортивный зал после ремонта стал как будто просторнее и светлее. На средства местного бюджета в школе произведен ремонт кровли, заменены лампы, освещение. А за средства федерального бюджета полностью сделан ремонт зала и получено оборудование спортивное. А вот еще один объект, где ремонт кровли осуществляется за счет средств районного бюджета. Это кинотеатр «Победа». 2 миллиона 700 тысяч рублей мы направляем для того, чтобы все это дело сделать. То, чтобы у нас кинотеатр «Победа» функционировал, чтобы там проблем не возникало. А дальше там уже попла газификация его, то есть газовую котельную будем здесь ставить. И там еще текущий внутренний ремонт, в том числе и замена кресел и так далее. К сожалению, у нас была программа, которая Бондарчука, но мы ее так не дождались, поэтому мы ждать больше никого не будем, мы делать будем в своем силе. Кстати, на проекте Бондарчука в Ахтубинском районе крест не ставят, а просто реально смотрят на вещи. Виктор Ведищев говорит, что всему свое время и преобразования должны происходить поэтапно. А пока желанный журавль парит в небе, нужно держать синицу в руках. В минувшую среду глава района встречался с журналистами. Гостями Виктора Ведищева стали сотрудники АТВ-центра и Ахтубинской правды. Это была встреча по поводу. Накануне телевизионщики отметили свой профессиональный праздник, а газетчики очередную годовщину со дня выхода первого номера издания в свет. Говоря о важной роли СМИ в жизни района, глава администрации подкреплял свои слова данными статистики, а вернее данными мониторинга общественного мнения, которые провели областные специалисты. Прессу читают где-то 50%, а телевидение смотрит где-то порядка 70%. Кто-то вечером, кто-то так, но доверие, к счастью, у всех одинаковое. Называют цифру, это не наша цифра, еще повторяю, это область проводила, с какой-то мониторинг здесь, 67%. А это дорогого стоит, то есть то, что говорят наши корреспонденты, которые по телевидению, которые пишут, которые по интернету общаются, то, что действительно вся информация, которая идет, она правдивая. Вот за это я хочу вам дать огромное благодарность. Разговор проходил в неформальной обстановке, но журналисты не упустили возможности получить ответы из первых уст на интересующие их вопросы. Говорили о газификации, водопроводах, о результатах, которые показывает район в экономике и социальной сфере. И о политике, конечно. Именно в этот момент Виктор Ведущев сделал программное заявление. Он пойдет на выборы. И когда вот эта политика грязная, она уже перерастает, в плане того, что вот там уже это начали прийти с компаниями. Ну, ради бог пусть начинает. Мы начинали с того, что это выборная компания. И вот начали с того, что стали бить по тем средствам массовой информации, которые действительно несут правду, которые работают, которые о ней говорят. И то, что случилось с телевидением, конечно, я считаю, что это гнусно. Гнусно почему? Потому что этот разговор был с губернатором. Мне говорят, ты что, не помнишь, как там директоры школы чморили? Да, директор школы чморили. Ну, в конце концов, в Майкрософт публично признал, что чрезмерно это все делали. И вот эта сама система возбуждения уголовных дел в отношениях, то, что там не лицензионные программы, они были давно не лицензионные. Сейчас эта работа проводится. Кто-то успел эту работу сделать, кто-то не успел. И вот на этом получать какой-то политический капитал совершенно неправильно. Поэтому после того, как начали бить уже средства массовой информации, для того, чтобы они говорили, за то, что они говорят правду, для того, чтобы они умалчивали правду, здесь я принял окончательное решение, что на втором сроке не то, что там защищать все средства массовой информации, а просто есть о чем говорить, есть чем похвалиться, есть результаты. Поэтому вот такое решение. Одни лечатся, другие калечатся. Минздрав России внесено предложение запретить безрецептурную продажу аптечных настойок и спирта. Что думают об этом ахтудинские наркологи, фармацевты и простые жители города? В сюжете Орегины Мусиной. А рецепт у вас есть? С такими словами, в ближайшее время, возможно, будут встречать тех, кто придет в аптеку за настойкой. А всему вина употребление лекарственных средств не по назначению. В результате чего появился термин «аптечный алкоголизм». Пристрастие к настойкам опасно вдвойне. Во-первых, они содержат высокоградусный этиловый спирт. Во-вторых, это лекарство, а значит, передозировка может пагубно повлиять на здоровье, вплоть до летального исхода. Настойки относятся к одной из форм лекарственных препаратов. И назначаются врачом с учетом симптоматики, клиники для лечения пациента. Осложнения могут быть самые разнообразные. Это и острая сердечно-сосудистая недостаточность, и инсульты. До летальных исходов? Да, может быть и такое. Нужно ли вводить рецепты на покупку настоек? Мнения сотрудников аптек разделились. В госучреждения фармацея говорят, что в этом нет необходимости. Так, чтобы их брали в больших количествах, такого у нас нет. У нас приходят бабули, валерьянку, пустырничек. Поэтому у нас это, мне кажется, не актуально. А вот в других аптеках без камеры нам рассказали, что проблема с аптечным алкоголизмом на самом деле существует. Называли даже два препарата, которые чаще всего покупают. Последствия чрезмерного употребления одного из них ведет к слепоте, второго – к нарушению работы сердца. Нужно ли ограничивать продажу настоек? Мнения горожан разделились. Мое мнение, что должен быть рецепт все-таки. Ну, я считаю, что нет. Надо бы оставить в прямой продаже, в свободной продаже. Предложение по ограничению продажи настоек еще не принято. Оно только обсуждается. Но в ряде городов уже действуют кое-какие меры борьбы с новым видом алкоголизма. Так, в Новосибирске продают не более двух пузырьков настоек в одни руки. А в Кировской области некоторые фармацевты вообще отказались от продажи этого вида лекарства. Волнует ли ахтубинцев проблема ВИЧ и СПИДа? С таким вопросом накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом наша съемочная группа отправилась на улицу города. О том, что такое синдром приобретенного иммунодефицита, знали почти все респонденты разных возрастов. Но в то же время многие из них продемонстрировали свою неосведомленность в вопросе, как распространяется заболевание. Вас вообще волнует эта проблема, связанная с заболеванием ВИЧ и СПИДа? Честно, не очень. Почему? Меня эта тема не затрагивала, наверное. Вы считаете, что вы никогда не заразитесь? Я на это надеюсь. Ну, те уже старики, так что у них проблем нет. То есть вы считаете, если вы уже в возрасте, то вас это не коснется? Меня уже не коснется точно. Я считаю себя вне поля деятельности этого заболевания. Я статистику как бы вот не отслеживаю, но я думаю, что вообще это актуально для любой страны, для любого города и так далее. Как считаете, вот как с проблемой этой бороться можно? Просвещать, наверное, молодежь в первую очередь. Мне бабушка говорила, что СПИД это болезнь наркоманов, которые вот колятся шприцам, там у них шприцы нестерильные. Ты считаешь, что только наркоманы могут заразиться с ПИДом? Нет, не только наркоманы. Еще люди инфицированные бывают. Как же они инфицируют? Они, не знаю, через поцелуи, там, кто влюблен. Мне кажется, через пальмание руки, допустим. Также, допустим, через ложку, через посуду. Это все можно. Что нужно сделать, чтобы не заболеть ПИДом? Мне кажется, чисто сначала нужно этикет соблюдать. Мыть руки, допустим. Мама говорила, предохраняться надо. СПИД передается половым путем. То, что если пользоваться сосудной посудой, то тоже СПИД передается. Через кровь. То есть элементарно можно даже зародиться, если ты пришел на маникюр, и инструменты были плохо обработаны. Половой путь, да, самый распространенный, особенно среди гомосексуалистов. Да, мы знаем, что даже тот же Фредди Меркури, звезда и так далее, we are the champions, да, умер от СПИДа, к сожалению. СПИД – это такая болезнь, короче, она очень плохая, она неизлечимая. И все люди, которые болеют СПИДом, они всегда будут заражены и умирают. Но ищут лекарства СПИДом, но никак не могут еще его найти. СПИД – это очень неизлечимая болезнь, и очень много людей болеет. Ну, очень сильно хотелось бы, чтобы много людей выздоровело от этой болезни, ну, чтобы все здоровые были. Это все новости на сегодня. Напомню, что все материалы, вышедшие в эфир, можно посмотреть и на нашем сайте www.achtubinsk.ru и на страницах группы АТВ в Одноклассниках и ВКонтакте. Смотрите Ахтубинское телевидение. Нескучных выходных. Увидимся. Ахтубинское телевидение. Ахтубинское телевидение.